всем привет вы на канале крипто комманс и мы посмотрим как всегда что происходит на рынке погнали не будем затягивать ну смотрите на дневке мы все еще удерживаем июньские лаи и также критически важный уровень 20000 мы снова поднялись выше него вы можете согласиться что у нас здесь есть такое локальное сопротивление на четырехчасовом таймфрейме даже лучше можно его увидеть вот она идет примерно вот так и прямо сейчас посмотрите мы от него немного отвалились от тестировали сетку и мой ребенка поддержку и пошли снова наверх его пробивать то есть сейчас на мой взгляд конечно же вероятнее пробой наверх и это будет та точка где вам нужно принимать решение если вы еще не в позиции я в позиции насколько вы знаете я ее частично разгружаю частично догружаю мне здесь все нравится я все еще думаю что мы сейчас увидим какое-то очень неплохое раме потому что смотрите что происходит давайте взглянем на индекс доллара где x вай который у нас на дневном таймфрейме прибывает в параболе с 2021 года вот отсюда и сейчас мы снова тестируем эту параболу как поддержку причем это видно даже по сетке и my ribbon как вы можете видеть мы от нее отбиваемся как от поддержки но если мы ее отключим вот мы видим ясно что есть вот такая вот линия от которой мы постоянно неоднократно отскакивали и вот сейчас мы пришли на тест этой линии и вопрос снова отскочим ли мы от нее и пойдем дальше наверх или все-таки уйдем в более глубокую коррекцию по индексу доллара причем что самое интересное я вам сейчас покажу нам даже не обязательно уходить в коррекцию мы можем просто пойти в бок по индексу доллара просто потерять импульс в моменте и пойти в бок он даже может расти но расти медленнее скажем чем он это делал до этого и это будет хорошо для всех рынков для фондового рынка и для биткойна потому что смотрите если вы обратите внимание он индекс доллар имеет тенденцию отбиваться от предыдущих краев вот у нас был хай вот у нас был хай здесь мы отбились как от поддержки вот у нас был хай тоже мы здесь плюс-минус отбились от него вот у нас был хай который мы несколько раз не могли пробить сопротивление в итоге она стала поддержкой в общем сами все видите и сейчас снова мы тестируем этот предыдущий хай поэтому ребята сейчас надо дать еще буквально день-два индексу доллару чтобы раздуплиться и понять что происходит если мы даже удержим этот уровень ребята но при этом не перепишем вот этот вот хай а пойдем в бок этого будет достаточно для того чтобы мы увидели хороший отскок хороший октябрьский рост по биткоину ну и мы собственно это и видим с вами что мы удерживаем уровень как мы сказали уже в начале видео не пробиваем это дно и кстати я напоминаю вам что если вы отдалитесь на биткоине максимально назад например на недельный таймфрейм то мы сейчас с вами стоим на предыдущем all-time high опять же как мы сейчас говорили про dx вай это зеркальный возможно очень очень сильный уровень и действительно по всем показателям мы сейчас очень похоже что вот где-то вот здесь посмотрите мы рисуем двойное w двойное дно форме w не значит что мы прямо сейчас вот так вот развернемся и полетим но это скорее означает то что мы может как-то плавно плавно но начнем снова расти или может быть даже сделаем как вот здесь вот такой мини бычий мини медвежий цикл и потом пойдем дальше поэтому на мой взгляд выглядит все очень хорошо и что еще хочется отметить ребята так это ripple ripple а точнее доминация ripple если вы посмотрите график market cap xrp dominance он сейчас уверенно пробился через вот это нисходящее сопротивление которое у нас длилась с вами с 2017 года если вы посмотрите 17 год у нас было нисходящее сопротивление что было в прошлый раз когда мы его пробили в семнадцатом же году ранее вы можете видеть сами поэтому по ripple и по стеллару как его младшему брату возможно мы увидим просто мультиксы по крайней мере сейчас на это очень похоже то что происходит ну и потом ребята масса adoption полным ходом массовое принятие криптовалют как вы видели наверное уже нашумевшая новость макдональдс сеть макдональдс лугана это швейцария принимает к оплате bitcoin и тезер вот мы видим кадры как ребята действительно оплачивают криптовалютой свои бургеры и это неумолимо идет это будущее финансов ребята как бы надо понимать что раньше мы тоже ездили на лошадях точнее наши предки и при свечах не хайка наши а при обычных восковых свечах читали книги потом появилась почта сначала голубина и потом имейл потом появились машин автомобили сначала бензиновые потом электрокары то же самое происходит с деньгами у нас были монеты потом бумажные деньги сейчас эволюция доходит до того что у нас есть электронные деньги digital cash так называемый и раз уж я рассказал про digital cash давайте взглянем на мой любимый дэш он конечно абсолютный аутсайдер этого предыдущего цикла и многие в нем разочаровались уже и говорят что гринни скам дэш скам но тем не менее посмотрите график доллару что мы здесь видим абсолютнейший фрактал падающий клин внутри еще большего падающего клина дважды бычий паттерн друзья в логарифме это будет виднее и кстати говоря мы все еще удерживаем low 40 баксов это то дно которое у нас с вами было на корона дампе поэтому на мой взгляд с точки зрения закупки цены сейчас на дэш просто идеальные и у меня есть небольшая лонг позиция по дэшу на фемикс он также удерживает дно я все еще жду что мы увидим очень хороший отстрел локально куда-то обратно на трехзначные значения глобально на четырех а может быть и пятизначные цифры потому что эта монета реально используется как средство платежа как цифровой кэш по миру также вот как сейчас мы посмотрели ролик про макдональдс точно также она используется в латинской америке и в ряду других стран так что ребята дисклеймер не финансовый совет все ссылки в описании торгуем осторожно тем профит роли ставьте лайк обязательно если вам понравилось и до следующей встречи пока а Субтитры подогнал «Симон»!